Доброе утро, друзья! Ну что ж, утро нового дня наступило. Мы рады вас приветствовать. Надеемся, что вы за это время отдохнули, набрались сил и готовы встречать утро вместе с нами. Сегодня с вами работают Салия Салямова и Александр Ткачев. Мы работаем сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». И работаем в прямом эфире. И рады вам сообщать самые актуальные и интересные новости, которые только произошли за эти длительные выходные дни. Кстати, о новостях. Прямо сейчас к ним мы переходим. Расскажем о том, что же у нас в Крыму и не только в Крыму произошло за эти дни. О том, как эти события увидели наши корреспонденты телеканала «Крым-24». В районе Крымского моста нашли боевой катер погранохраны НКВД. Сторожевое судно затонуло в 1943-м в Керченском проливе. Поисковикам удалось идентифицировать объекты и найти родственников погибшего экипажа. Наш собственный корреспондент Светлана Ермильченко расскажет подробности. Останки затонувших кораблей во время Великой Отечественной войны поисковики поднимают из воды по частям. На дне Керченского пролива более 300 различных судов, погибших в период с 1941 по 1945 годы прошлого века. Александр Переяслав – член экипажа сторожевого катера, потерпевшего крушение. Более 70 лет он и его сослуживцы числились пропавшими без вести. Племянница Краснофлотца Антонина Кереченко узнала о судьбе дяди случайно. Включила телевизор, новости передавали. Я своими делами занималась и слушала. Вдруг слышу, разыскиваются родственники Переяслава Александра Павловича. Когда я услышала по телевизору, что он нашелся, у меня мурашки пошли по коже. И такое волнение. Поисковики обнаружили находку в сентябре прошлого года в нескольких километрах от Крымского моста. После детального изучения обломков пришли к выводу, что катер принадлежал морской погранохране НКВД. До начала войны на нем охраняли дачи первых лиц государства в Крыму. Боевой катер типа АЗК затонул при переходе Керченского пролива в ночь с 3 на 4 ноября 1943 года. Корабль принимал участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции. Поисковики предполагают, что он подорвался на мине. Это подтверждают координаты гибели катера. Именно здесь под водой находилось немецкое минное поле. В той стороне мы видим непосредственно место, где была посадка десанта на плавсредства. Если брать прямую линию, то мы видим на другой стороне памятник, посвященный Литигенскому десанту. То есть катера шли по прямой сюда. Достаточно очень эффективно сработало заграждение, то есть потери были сильные. Поднять катер на сушу целиком невозможно. От деревянного корпуса судна не сохранилось ничего. Остались лишь мелкие детали двигателя. Поисковая экспедиция продолжает исследовать обломки затонувших военных кораблей, чтобы вернуть истории, имена и судьбы тех, кто сражался за родину до последней капли крови. Светлана Ермельченко, Олег Черемисов. Новости 24. Керченский пролив. Снаряды, взрывы, атаки. В Севастополе прошла реконструкция штурма Сапун-горы. Увидеть сражение приехали тысячи людей со всей России. Как красноармейцы сражались за высоту, видела Анастасия Соснина. Сапун-гора для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Потука – особое место. В мае 44-го при штурме высоты он командовал разведотрядом. Здесь мы в течение первых суток ночи восемь пленных захватили. А потом уже, когда войска пришли, дивизия пришла, тогда уже разведчикам легче работать. То есть мы уже работали под своими планами. Ну и успех был хороший. Спустя 75 лет Иван Иванович торжественно открывает аллею бессмертного полка. Здесь портреты тысяч солдат, в их числе и его боевые товарищи. Находится 4,5 тысячи героев, которые обороняли, освобождали наш город от немецко-фашистской захватчиков. Наши сотрудники работали с архивными документами, с материалами уже, которые находились в нашей фондовой коллекции. Сейчас уже трудно представить себе эти героические и одновременно страшные дни. Реконструкция штурма Сапун-горы – напоминание современному поколению, что такое война. Советские войска идут в атаку наших, кто-то собирается прохватить немецкую линию обороны. С воздуха поддерживаются, чтобы отдать операцию, а упадутся в огонь тяжелой армии. И, честно говоря, несмотря на то, что этот бой не настоящий, находиться здесь очень страшно. Вообще здесь будет дым и взрыв гранат. Воины 52-й общевойсковой и приморской армии захватывают высоту и водружают знамя победы. Этот бой сломил хребет немецкой обороны. Севастополь освободили. То, что сейчас увидели, максимально приближено к тем действиям, которые были в том году, в 44-м году при распобождении Севастополя. Я сегодня находился на правом фланге в прикрытии пулеметного дзота немецкого, который должен был охранять, защищать и оборонять от советских войск. Несмотря на отчаянные попытки удержать гуру, немцам не удалось. Их сбросили с занятого плацдарма. Арт-дивизион нашей батареи поддерживал пехоту и мы наносили удар в сторону немцев, поразили арт-пушку немецкую и тем самым завершили взятие сапунгары. В арсенале реконструкторов оружия тех времен знаменитая «Сорокопятка» – самая массовая противотанковая пушка Великой Отечественной. Перед вами 45-мм орудие, выпускалось с 1938-1945 года. Масса орудия в походном снаряжении – 1200 килограмм. Если стрелять под правильным углом в правильные места, можно пробить абсолютно любой танк. В восстановлении исторических событий приняли участие сотни реконструкторов со всего полуострова. Еще больше зрителей приехали увидеть бой. Красиво все, хорошо, эмоционально. Взрывы естественные такие. Мне больше всего понравилось, как начали самолеты лететь, они сбрасывали бомбы. Вот такой взрыв у нас внутри тела происходил. Взрывы были, чувствовались внутри тела. В память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, у обелиска славы прошел митинг-реквием. Боевые знамены частей напомнили присутствующим, какой ценой далось советским воинам освобождение Крымского полуострова. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Такой была информация этого выпуска. Впрочем, сколь бы ни были длительными и радостными праздники, ситуация, которая сложилась в аэропорту Шереметьево вчера, омрачила торжество. Напоминаю, что авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизнь 41 человека. Из 78 человек, находящихся на борту рейса из Москвы в Мурманск, к сожалению, выжило только 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Я также добавлю, что самолет вынужден был вернуться в аэропорт после 28 минут полета. Совершить посадку ему удалось только со второго раза. Мешали ему в этом погодные условия. Ну и как сообщается, что при посадке у него сломались стойки шасси и также загорелись двигатели. Именно это стало впоследствии причиной катастрофы. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, потерявших родственников, и поручил оказать всю необходимую помощь. На данный момент все аварийно-спасательные работы завершены. Сейчас начата буксировка самолета, ну и также ликвидация последствий произошедшего. Наша команда журналистов будет следить за развитием ситуации и непременно освещать ее в прямом эфире. Ну а также мы, конечно же, со своей стороны тоже выражаем соболезнованиям всем пострадавшим в этой ситуации. Мы двигаемся далее и прямо сейчас наши коллеги из родийной редакции готовы с нами связаться. Польша. Мы немножечко прервемся. Доброе утро, коллеги. У нас включение с утра нового дня. Доброе утро. Доброе утро. Чем порадуете, что у вас на повестке дня? Что-то сегодня доброе утро прозвучало не очень оптимистически. Ну, мы всегда рады порадовать всех гостей оптимизмом, но сегодня мы, в частности, освещаем события, которые случились вчера в аэропорту Шереметьево, и поэтому, конечно, радоваться особо не приходится. Да, у нас тоже прозвучали слова соболезнования, но мы сегодня говорим немножечко о другом. Мы сегодня говорим о всероссийской исторической акции «Диктант Победы», которая состоится 7 мая, то бишь уже завтра. Завтра в 13.00 по Москве в трех крымских городах, которые включились в эту всероссийскую акцию. И приглашаем всех слушателей, а теперь уже и телезрителей, принять участие в этой акции и проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. А что же это за акция? Могли бы вы в двух словах рассказать? А давайте мы передадим слово нашему гостю. У нас уже в студии Ганжара Владислава Валерьевича, депутат Государственного совета, и он же координатор этого проекта. Поэтому в двух словах, может быть, он расскажет. — Доброе утро, друзья. Действительно, завтра у нас пройдет такая очень важная и интересная акция «Диктант Победы», которая проходит по всей стране, во всех регионах нашей страны. В Крыму, как уже сказала Юлечка, это три города. Город-герой Керчь, город воинской славы Феодосии, наша крымская столица Симферополь. И на самом деле это такая репетиция проверки знаний наших граждан в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И мы надеемся, что действительно крымчане активно завтра примут участие в этой акции. Всех приглашаем, всех ждем. И убеждены, что для нас это тоже имеет такое особое значение, ведь Крым отмечает 75-ю годовщину освобождения в этом году от немецко-фашистских захватчиков. Ну, а если совсем вкратце, 20 вопросов об истории Великой Отечественной за 45 минут. — Другопытно. Я думаю, что наши телезрители поучаствуют непонятно в этой акции. — Конечно же, справятся с этими вопросами. Ну, а мы тоже коснемся этой темы. — Сайт «Диктант Победы РФ». — Спасибо большое вам, друзья. — Хорошего вам эфира. Мы двигаемся дальше. — Да, все, мы продолжаем. — Дорогие крымчане, если вы вдруг решите поучаствовать в этой акции, вам непременно пригодится узнать, какова же будет сегодня погода. И об этом прямо сейчас. — Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Ну, стоит также отметить, что синоптики предупреждали, что неделя начнется с дождей. Это действительно так. И вообще все эти два дня ожидаются чрезвычайная пожарная ситуация. Для тех, кто не смог рассмотреть прогноз погоды ввиду его мелкого шрифта, напоминаем, что 6 мая ожидается переменная облачность и без осадков. Утром, возможно, в Севастополе небольшой дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Температура ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 22. А вот в столице Крыма сегодня тоже переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и даже грозы. Будет дуть ветер с порывами до 15 метров в секунду. И температура воздуха днем ожидается до 23 градусов тепла. Вся эта информация вам, конечно же, пригодится, если вы решили выйти на прогулку со своим другом. Если же лохматого друга у вас пока еще нет, то следующая информация как раз для вас. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103 В мае в городах Крыма запланировано проведение уже традиционных ярмарок. Их суммарных будет более 700. Очень-очень много будет ярмарок. И можно будет приобрести там товары непосредственно со скидкой от 10 до 30%. Напоминаем, что качество товаров гарантирует то, что они продаются непосредственно руками с производителей. Поэтому можно купить их, во-первых, дешевле, во-вторых, точно знать, что это качественно. В Симферополе ярмарки пройдут по следующим адресам. Ежедневно по улице Кирова 1. Также по субботам по улицам Залеска, Героев Сталинграда. И по улице Энергетиков, это в Грессе. И еженедельно на улице Матозалки 17 и Балаклавской 119. Но стоит отметить, что месяц мая богат не только на ярмарки, но также и на события исторические. И о них мы сейчас расскажем в нашей постоянной рубрике, которая называется «Хронограф». В этот день, в 1715 году, издан первый артикул «Воинский». Это уголовный и процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Свод законов разделил преступления на умышленные, неосторожные и случайные. А в ряде случаев ответственность предусматривалась за один лишь умысел. 6 мая 1840 года в Англии выпустили первую почтовую марку. В конкурсе на лучший эскиз приняли участие около 3000 человек. В итоге организаторы выбрали вариант под названием «Черный пенни» – профиль королевы Виктории. Появление марки стало гарантом предварительной оплаты письма, что упростило работу и отправителю, и получателю. 6 мая 1906 года Николай II утвердил свод основных государственных законов Российской империи. Фундаментальный акт включил в себя регулировку разделения власти и полномочий между императором и Российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Думы. Историки считают свод, состоящий из 17 глав и 223 статей Первой Конституции России. В этот день в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего два государства. В знаковом мероприятии приняли участие королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Протяженность сооружения около 51 километра, 38 из которых расположены под дном моря. Этот тоннель по праву признан одним из величайших строений 20 века. 6 мая во всем мире стартует ежегодная неделя безопасности дорожного движения. В течение семи дней во всех уголках земного шара проходят лекции и тематические мероприятия. Их цель – информирование населения о важности соблюдения ПДД. Аварии – основная причина смертности людей в возрасте от 10 до 24 лет. На эту аудиторию и направлена осведомительная работа. 28 лет назад в этот день создана авиационно-пилотажная группа «Стрижи». Все полеты специалисты выполняют на фронтовых истребителях четвертого поколения – МиГ-29. Ежегодно профессионалы проводят больше 50 показательных выступлений в разных уголках земного шара. В 1993 году «Стрижи» получили звание «Лучшая пилотажная группа мира». Ну что же, друзья, я думаю, что вам будет интересно узнать, что в Крыму сохраняется высокая пожароопасность. Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, за прошедшие выходные, которые мы с вами благополучно отгуляли, случилось 30 пожаров. 19 техногенных, 13 связано с возгоранием сухой травы и 6 связано с возгоранием мусора. Всего же с начала года произошло около тысячи вызовов пожарных, на которых удалось спасти 47 человек. Ну и, конечно же, основной причиной пожаров стало нарушение элементарных правил безопасности. Напоминаем, что смертность от пожаров тоже выросла и составила 82%. Впрочем, не только природа и сухая трава требуют защиты. Как известно, именно труд из человека, из обезьяны сделал человека. Так вот, этот труд тоже нужно защищать. И о том, как правильно это делать, разобрался наш корреспондент Стефан Филатов в следующем сюжете. Плохое самочувствие, невнимательность, усталость, да и просто несчастный случай. Все это может стать причиной травмы на работе. Чтобы снизить риск для здоровья своих работников, руководство предприятий внедряет различные системы охраны труда и проводит обязательный инструктаж. Но правильно рассказать о технике безопасности может только хорошо обученный специалист. Предупрежден, значит вооружен. В наше время на каждом предприятии предусмотрена должность специалиста по охране труда. В этом центре занимаются подготовкой таких кадров. Ежегодно во всем мире происходит больше 300 миллионов несчастных случаев на производстве. Первое занятие в учебно-информационном центре «Крымресурс» начинается со статистики. Вместе с опытными преподавателями будущие специалисты по охране труда изучают законодательства, поправки и постановления, актуальные в Российской Федерации. Мы мониторим все новшества, которые происходят в России, вот в этой сфере. И стараемся применить эти новшества в нашем обучении. У нас различные формы обучения. На занятия отводится 260 часов. После успешной сдачи тестирования и экзаменов слушатели получают дипломы. Вскоре эти люди будут инструктировать рабочих. Однажды это может сохранить здоровье или даже спасти человеческую жизнь. Необходимо знать все нормы и правила охраны труда, ну и соблюдать все эти нормативы и правила для уменьшения травматизма на производстве и безопасной безаварийной работы. Преподаватели и врачи, крановщики и кондитеры – профессий множество. А нормативы охраны труда для всех едины. Для того, чтобы учесть все аспекты каждого рабочего процесса, трудовой кодекс предусматривает раздел «Специфика». Общение с людьми, написание сюжетов, съемки программ, а также работа со светом и звуком. Казалось бы, в телевизионном производстве риски и угрозы здоровью минимальны. По степени опасности это нельзя сравнить с трудом на заводе или в промышленности. Однако не стоит забывать – специалисты работают и на выезде. Те же операторы, те же журналисты, им приходится снимать в различных условиях, на том же производстве, на той же стройке. Поэтому они должны быть обучены мерам безопасности в различных условиях. Есть, допустим, у нас специальная инструкция по выезду в командировке. Все обязательно с ней ознакомливаются, все за нее расписываются и строго соблюдают. О собственной безопасности во время работы нужно помнить всегда. Договор о трудоустройстве должен включать в себя надбавки, компенсации и льготы. Не стоит забывать и о том, что знания, инструкции и внимательность в большинстве случаев помогут избежать несчастного случая. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Алим Велиев, Руслан Князев. Утро нового дня. Ну что же, после охраны труда я предлагаю поговорить о курсах, курсах валют, курсы цен на бензин, потому что они очень непостоянны, постоянно сменяют друг друга. И это очень важно знать, особенно если вы отправляетесь на работу на своем транспорте. Итак, сегодня 1 литр газа стоит 27 рублей 29 копеек. Дизельного топлива 50 рублей 22 копейки. 92-го бензина 46 рублей 74 копейки. 95-го 50 рублей 19 копеек. И самый дорогой традиционно, 98-й, 56 рублей 39 копеек. Следует отметить, что цены в Крыму на топливо одни из самых высоких в России. Тем не менее, они довольно стабильны и не поддаются особой динамике. Но то ли дело валюты, которые друг друга сменяют, и их курс как раз-таки очень-очень подвижен. Итак, доллар сегодня равняется 64 рублям 70 копейкам, а евро 72 рублям и 8 копейкам. Евро за последние сутки упал на 2 копейки, а доллар подрос почти на 5. Такова ситуация на валютном рынке на сегодняшний день. Мы за ней будем следить и, конечно же, о всех ее подвижках будем вам сообщать, дорогие друзья. Ну, а я бы хотела продолжить, так сказать, денежную тему. И достаточно есть хорошая новость. Она особенно касается ветеранов Великой Отечественной войны. Сообщается, что в этом году они получат в честь праздника, ну и, конечно же, за их боевые заслуги. Спасибо им большое за мир над головой, за чистое небо над головой, за мир. Они получат денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сообщается, что у нас в Крыму проживает более тысячи человек, которые заслуживают на такую премию. И вот они все будут вознаграждены. Ну что же, мы тоже все немножко вознаграждены прекрасным небом мирным над нашей головой. Это прекрасный повод встречать майские праздники на природе. Кстати говоря, ведь не только традиционные праздники охраны труда, связанные с началом мая, но и национальные праздники. Так, в частности, ну не будем открывать всех тайн, но в Крыму была сварена самая большая турка кофек. Это было вот буквально на Медне в Бокчисарайском районе. Да, и тысячи людей могли попробовать кофе именно из этой турки, которая могла бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Если бы не санкции. Ее высота почти 2,5 метра, и вмещает она более чем 800 литров кофе. Но что еще интересного было во время праздника Хедр-Лес, который отмечали 4 мая, расскажет нам серия Облаева. Народная музыка, спортивные соревнования, тонна плова в Бокчисарае. Крымские татары и представители других национальностей собрались вместе, чтобы отметить праздник земледелия Хедр-Лес. В этом году он собрал более 50 тысяч человек. Национальные танцы, всеми любимые народные песни и ароматная восточная кухня. Все это создает поистине непередаваемую атмосферу. Ни один крымско-татарский праздник не проходит без куреша борьбы на поясах. Здесь главное правило положить соперника на лопатки. В поединке могут принять участие все желающие. А победителя ждет традиционный приз – живой баран. Терпение. Залог всех побед – это терпение. Кто терпит, тот и подтверждает. В то же время гостеприимно ждут посетителей выставочные павильоны всех регионов и городов Крыма, где можно познакомиться ближе с культурой народа. Вот, например, представители Ленинского района воссоздали дом крымских татар 18 века. Здесь наши барашки, наш колодец и кузня, как представление о том, как когда-то работали наши предки. Это крымско-татарская национальная кухня, представленная сладостями и, конечно же, кофе. Побывал на Хадерлезе и не отведал национальную кухню, считай, что ты не ощутил вкус праздника. Главное блюдо на крымско-татарском столе, разумеется, плов и шашлык. То 80 килограмм говядину мариновали, 80 килограмм курицу и баранину по 30 килограмм 60. Такой ничего не добавляю. Кинза, зра и холодный минерал. Все, больше ничего не надо. Вот это самый вкусный шашлык получается. Хадерлез любит удивлять гостей рекордами. В 2016 году был развернут самый большой флаг крымских татар. В 2017-м крымские повара приготовили гигантский чебурек длиной 3 метра. В 2018-м год самый большой женский головной убор – фес. Главным символом праздника стала Бетета, самая большая в мире турка Чезве. Сайдыханум, скажите, почему именно турка стала визитной карточкой в этом году? Все присутствующие, все гости Хадерлеза были угощены этим вкусным напитком, который символизирует гостеприимство крымских татар. Самый большой в мире кофейник создали крымские мастера из оцинкованного металла. Его высота 2 метра, объем около 700 литров. Сфотографироваться на память с уникальным экспонатом захотели практически все посетители праздника. Хадерлез – это праздник весны и плодородия. Его всегда отмечают в начале мая, когда появляется первый голос. В этот день принято готовить национальные блюда, танцевать и веселиться. Атмосфера доброжелательная, очень много молодежи. И поколение, наше поколение, старшее поколение, все радуются, радуются весне, радуются, что мы в родном Крыму. Очень интересно знать быт, праздники народов, с которыми мы живем рядом. И это очень важно, это объединяет. С каждым годом Хадерлез собирает все больше людей. И хотя этот праздник считается крымско-татарским, в нем принимают участие представители всех национальностей. Мир и согласие, которое мы достигаем, является залогом успешного развития нашей страны. Другого варианта быть не может. Ярмарки, выставки, спортивные соревнования, развлечения для детей и, конечно же, торжественный концерт. С 10 утра до 6 вечера артисты со всего полуострова выступали для гостей праздника. Мы сегодня исполняем танец про дружбу, это очень символично в этот день. Грация, нежность, это мы и хотим показать в танце. Как весенний праздник встретишь, такой получишь урожай осенью. Хадерлез 2019 прошел по-настоящему, ярко, широко и весело. Сяре Абляева, Рустам Файзулин, утро нового дня. Ну что же, прямо сейчас в студии у нас гость, я предлагаю к нему присоединиться. Да, и мы перейдем уже к событиям и мероприятиям грядущим. В первую очередь напомним, что скоро отмечаем 9 мая. И в честь этого, конечно же, и обсуждаем тему, которая у нас сегодня намечена. И в гостях Снежана Осыченко, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городе Симфероп. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что же это за акция такая? У нас проходит акция «Красная гвоздика». Это благотворительная акция. И организатором является благотворительный фонд «Память поколений», президентом которого является Валентина Терешкова. Первая женщина-президент. Известная женщина, известная, конечно. Заключается эта акция в том, чтобы распространять вот такие значки. Я вам их дарю. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Эти значки, они олицетворяют символ памяти и благодарности нынешним ветеранам, и также символ памяти погибшим воинам боевых действий. И волонтеры «Победы», они по улицам городов, также в различных торговых центрах, либо же на центральных улицах, распространяют такие значки. И каждый житель города может купить этот значок за любую сумму абсолютно денег, которую он хочет отдать, и тем самым помочь нашим ветеранам на покупку медицинского оборудования. Вот у вас как раз на груди такой значок как раз и висит, как я вижу. Да, всегда ношу. Скажите, я так полагаю, что это ручная работа, это делает кто-то своими руками? Да, да, эти значки у нас приходят из города Москвы. Именно эти значки вам подарили город Иркутск. Ух ты! Да, поэтому ручная работа, конечно, делается своими руками. Это ребята, наверное, какие-то, да, школьники? Ну, у нас закупаются, да, как бы там и школьники, они сами придумали эту как бы акцию, так скажем, какой, если вы видите, это, да, на бумаге сделано. Да, конечно. Ну, кто-то придумал, да, и вот потом уже начали распространять уже оптом, так сказать. И сейчас эти по всей России значки приветствуются, и мы распространяем их для помощи нашим ветеранам. Скажите, а почему именно гвоздика? Почему не, не знаю, орхидея или каула какая-нибудь? Ну, красная гвоздика — это всенародный, так скажем, мне кажется, символ памяти, потому что из года в год вы и на 9 мая, и на 22 июня, да, когда мы чествуем память над погибшим воином в день начала Великой Отечественной войны. Так что красная гвоздика — это именно вот символ такой, цветок, который всегда приносит радости ветеранам, и они сами друг другу ударят, и так что это... Ну, вот вы сказали, что с собранных денег, которые удастся вот выручить за эти гвоздики, будет приобретено медицинское оборудование. Что это за оборудование, я так понимаю, это в больницах будет приобретено? Да, например, в прошлом году в городе Симферополь в военном госпитале у нас на покупку оборудования сертификат выдан был на 4 миллиона рублей на покупку именно этого медицинского оборудования, которое необходимо нашим ветеранам. Может быть, у кого-то ноги больные, у кого-то сердце, у кого-то голова. Ну, очень разные бывают проблемы, потому что, конечно, им пришлось не сладко. И так что все, что им понадобится, возможно, какие-то лекарства, это все Благодарительный фонд обеспечивает. Неужели на цветочках прекрасных можно было 4 миллиона собрать? Знаете, собрало гораздо больше, более 500 миллионов рублей по всей России. Ну, это действительно радует, такая ответственность граждан за судьбы. Я так понимаю, что в прошлом году впервые была проведена эта акция, да, и в этом году она продолжила? В Республике Крым впервые вообще эта акция действует на протяжении 4-го года уже в этом году. А, уже даже 4-го года, вот только до нас дошла она. Да, ну, в Республике Крым она как раз в этом году стартовала 4-го мая, в прошлом году она стартовала 1-го мая, и вот до 22-го июня включительно мы будем распространять эти гвоздики и тем самым помогать нашим воинам боевых действий. Где можно найти волонтеров, где можно приобрести такие гвоздики? На центральных улицах города. Мы, конечно, акцию проводим не каждый день, но довольно-таки часто. И до протяжения на 9-го мая точно мы будем распространять эти гвоздики, да. Сегодня как раз у нас в торговом центре Южная галерея будет стартовать эта акция. Также по центральным улицам. Волонтеров Победа можно отличить, конечно же, по нашей одежде. И также у нас будут манишки. На месте остановиться, потому что вот действительно потрясающая пайта. Это ваш фирменный, я так полагаю. Да, у нас волонтеры Победы носят такие пайты, футболки, везде написано «Волонтеры Победы», «Наши Победы». Покажите, пожалуйста, вот у вас даже на рукаве написано «Наши Победы». Это как раз-таки очень важно. Почему? Потому что мы понимаем, что могут мошенники подключиться. К сожалению, такие люди есть, которые захотят на этом, конечно же, в чистом деле заработать. Да, конечно. Ну вот как отличить нас от мошенников? Собственно, нас отличает эта одежда. Также у нас есть боксы, где мы распространяем эти гвоздики. И копилки, которые закреплены бумагой, которую невозможно вскрыть. Вскрывать мы будем только в банке. Поэтому все очень серьезно. Что это за конверты? Там не конверты, там такие небольшие боксы, коробочки, в которые кладут жители свои средства. Да, да, да. И мы знак этого дарим им значок. У вас очень красивое название, слоган «Наши Победы». То есть не одна, а много. Я так полагаю, что ваша униформа, так сказать, в этом смысле отображает идеи ваши. Что у вас изображено на ней? Я вижу атом, мирный атом. Там, да, у нас на этой форме изображено очень много таких, скажем, памятных значений нашей истории, нашей страны. Потому что это и полет Гагарина в космос, это и День Победы, это и 9 мая, и День Защиты Детей. И, в общем, очень-очень много чего можно тут посмотреть. Олимпийские игры здесь изображены. В общем, рассматривать можно бесконечно, и тем самым она вот такая красивая. А много у нас уже волонтеров, которые присоединились к этой акции? Да, у нас по всему муниципалитету уже волонтеры Победы работают к этой акции, да. А есть какие-то цифры? Сколько человек в Крыму именно участвует в этом? Точно вам количество не скажу, но так как у нас волонтеров очень много. Там несколько тысяч человек волонтеров Победы, и большая часть, то один человек пришел, то другой человек пришел, да. И вот мы все вместе, сообща, делаем такое благое дело, и очень рады. Я думаю, к сожалению, время подходит к концу, но я думаю, что вы очень многих людей, так сказать, заразили, вдохновили. Где к вам можно присоединиться, ну, если вдруг кто-то захочет? Как вас отыскать? Волонтеры Победы Республики Крым можно присоединиться в группе ВКонтакте, например, либо же заполнить анкету на сайте волонтеропобеды.рф. Это наше всероссийское движение, и присоединиться к нам достаточно очень просто. Главное — желание и помощь. Я думаю, что такое желание непременно возникнет у очень многих крымчан после сегодняшнего вашего эфира. Ну, мы напоминаем, что в гостях у нас руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Снежана Игоревна Осыченко. Большое вам спасибо. Вам спасибо, всего хорошего. Мы двигаемся дальше по волнам эфира, и следующий наш материал посвящен тому, о чем же говорит крымский сегмент интернета. Симферопольцы стали свидетелями необычной картины. КамАЗ безуспешно пытался поднять переполненный мусорный контейнер. Водитель оказался настырным и долго не сдавался. Однако упорство победил вес бака. После всех безуспешных попыток коммунальщик отправился обедать. Украинец без документов ночью пытался сбежать из Крыма. Мужчина постоянно залегал на землю, чтобы осмотреться, но не помогло. Все это время за ним наблюдали пограничники. Как потом рассказал беглец, на полуостров приехал за лучшей жизнью. Но что-то пошло не так. В Севастополе в поселке Любимовка машина висела на краю обрызла. Как она там оказалась, неизвестно. Чтобы достать авто, пришлось вызывать спасателей. С помощью КамАЗа транспорт был эвакуирован на более ровную поверхность. В Бахчисарае появилась необычная семья. Кошка, которая живет на территории парка Миниатюр, усыновила осиротевших бельчат. Животное очень внимательно к приемным детям. Играет с ними, кормит, вылизывает и защищает их, как родная мама. В Симферополе БТР врезался в иномарку. Авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Крейзера. По словам очевидцев, бронетранспортера поворачивал и в этот момент столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал. В Крыму дотла сгорел автомобиль. Это произошло в поселке Аграрное. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, но от машины, увы, ничего не осталось. В Керчи бабушка на мопеде попала в ДТП. Обоими транспортными средствами управляли пенсионеры. К счастью, повреждения оказались незначительными. После аварии у старушки сохранилось отличное настроение. Ну что ж, мы призываем присоединиться к этой акции и приобретать такие гвоздики. Ну а сейчас, прямо сейчас, на улицах Симферополя находится наш мобильный корреспондент Артем Андроновский, который что-то интересное для нас обязательно подготовил. Доброе утро, Артем! Доброе утро, студия! Все-таки в необычный день мы с вами встретились таким образом. Ну, во-первых, сегодня понедельник. Правда, я думаю, это вы и сами знаете, уже всем рассказали. Ну а во-вторых, сегодня день борьбы с диетой. Знаю, от меня это довольно-таки странно слышать, но такой интересный день. Так и хочется взять чашечку кофе, даже с сахаром, круассан, может быть булочку и выйти прогуляться в парк. Собственно, я это уже и сделал, вам рекомендую после эфира. Ну а чтобы выйти прогуляться в парк, нужно быть в свою очередь уверенным, что погода вас не подведет. Поэтому давайте прямо сейчас поговорим про погоду. Итак, сейчас на улице 14 градусов по Цельсию. К обеду немного потеплеет, но совсем чуть-чуть. Все дело в том, что, не знаю, видите ли вы, а на небе облака. Их не уносит ветер, потому что он довольно-таки медленный. 6 километров в час, но обещает ускориться. Так вот, значит к обеду температура поднимется до 18 градусов по Цельсию. Но, что интересно, когда облака уйдут, а это будет часов так в 5, температура поднимется еще выше. Если честно, впервые вижу такой прогноз погоды, когда вечер обещает быть теплее обеда. Ну, ничего удивительного, тем более, что влажность воздуха 69%. А это значит, что все-таки день будет довольно-таки сырым. Ну, и плюс 40% вероятность выпадения осадков в виде дождя. К счастью, не снега, потому что, как вы видите, по зеленым кронам деревьев слева от меня, для вас, думаю, справа, сегодня действительно теплый день. Ну, а теперь еще, что интересно про этот день. Сегодня день соблюдения безопасности дорожного движения. Всемирный, между прочим. Поэтому поворачиваемся вместе со мной и смотрим. Пробок еще нет. Я нахожусь, ясное дело, в парке Тренева. Соответственно, это проспект Кирова. Он пока что движется вполне себе прямо, безопасно и без заторов, тяну, чем и прочее. Но боюсь, что они еще появятся. Кстати, тогда про безопасность дорожного движения стоит думать вполне себе на самом деле. Потому что много водителей нарушает, совершается много опасных обгонов и маневров. Поэтому призываю всех, если спешите на работу, все равно выезжайте заранее. Но главное, не нарушайте. А с вами я еще увижусь. Студия. Спасибо большое, Артем, за такой полноценный информативный дайджест о сегодняшнем дне. Я думаю, что после такого обращения он непременно пройдет очень хорошо и светло у всех крымчан. Да, действительно, я тоже для себя почерпнула такую важную информацию, что, оказывается, сегодня день борьбы с диетами. Очень интересно, даже не знала об этом. Очень много рассказывают про всякие диеты в интернете. Но не всему следует верить, потому что интернет – это не только кладезь знаний, но еще и, так сказать, всемирная… Паутина, которая затягивает различную информацию и не всегда проверенную и правдивую. Наши корреспонденты являются своеобразным фильтром и фильтруют все то, что там находится. И самое интересное, яркое, собирают в целый сюжет, который прямо сейчас мы вам и покажем. На спортивном матче в объектив камеры попали влюбленные. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и сделать предложение руки и сердца, да так, чтобы романтический момент увидели тысячи зрителей. Однако главные герои этого видеоролика не они, а болельщик в костюме акулы. Фанат одной из команд перевел внимание на себя. Такого поворота никто не ожидал. Сегодня ходьбой на задних лапах никого не удивить. А вот проделав то же самое, поднимаясь по лестнице, можно собрать сотни лайков. Судя по тому, как этот пес виляет хвостом, становится ясно четвероногому – это дело по душе. Этого парня ожидает большое будущее. В свои 10 лет он делает то, что под силу далеко не каждому профессиональному спортсмену. Девять забитых мечей из девяти – вот что значит талант и работа над собой. Вот так выглядит самодостаточная собака. Этот пес гоняется за мечом сутками напролет. Нехитрый механизм позволил хозяину задерживаться на работе со спокойной душой. Куда спешит пернатый герой следующего ролика – непонятно, ясно одно. Голубь выбрал лучший способ, чтобы добраться до места назначения. Тратить силы на полет под палящим солнцем не нужно, да и поспать в дороге можно. Надежды, разочарования и свершения – все это встречается на жизненном пути и дает нам бесценный опыт. У каждого он свой, а приобретают его не только люди. Еще щенком пес врезался в стеклянную дверь, не заметив прозрачную преграду. Теперь, прежде чем зайти на кухню, он всегда делает проверку. Удивительные животные, они, оказывается, иногда гораздо более умные, чем люди. Я действительно это подтверждаю, потому что у меня есть кошка, и порой, мне кажется, она очень умная и знает всегда, что хочет от меня получить. Я предлагаю перейти к веб-камерам, потому что это именно то, чего хотят увидеть сейчас наши телезрители. Итак, первая камера, которая сейчас транслирует положение дел в нашем славном городе Симферополе. И мы видим, что как раз центральная улица, площадь Ленина, в общем-то, пока людьми не слишком заполнена. Все спешат на работу, а может, не спешат, но тем не менее, людей еще не слишком много. Я вижу там большой мультимедийный экран. Я думаю, что это все еще подготовка к 9 мая, хотя мы знаем, что были и перед этим праздники, да, и там шли концерты. Но вот сцена до сих пор осталась и стоит, и в том числе и ограждение. Ну и, кстати, хотелось бы отметить, что сегодня обещали дождь, дождя пока нет. Это мы видим явно. Тем не менее, облачность определенная присутствует. Я предлагаю перейти дальше, потому что ведь не только Симферополем славен наш прекрасный полуостров. Следующее место не менее интересно. Я думаю, что многие сейчас угадают, к чему я веду. Одну секундочку. Да, Саша, ты знаешь, ты прав. Ты сказал, что не только Симферополем славен Крым. Это действительно так. Я недавно пришла к мысли, что Крым настолько огромен, мне кажется, нашей жизни не хватит, чтобы изучить все его уголки. На самом деле он настолько мал, что, казалось бы, я предлагаю обратиться вот сейчас и увидеть площадь Нахимова. С Сибастополя тоже погода пасмурная. Как мы говорили, в первой половине дня там, возможно, небольшие осадки. Но, тем не менее, должен отметить, что движение на площади Нахимова гораздо более оживленное, чем в Симферополе. Посмотрите. Очень много людей. И вот такое ощущение даже, что уже как мини-парад, репетиция парада, но нет, люди идут на работу, и их достаточно много. Их видим также ограждение. Я думаю, что все это, конечно же, в преддверии 9 мая. Давайте еще одну последнюю попробую вам показать видеокамеру. Очень коротко, потому что время, к сожалению, у нас ограничено. Самое красивое место традиционно, я каждый раз люблю его показывать, душа радуется, так сказать. Это долина реки Бельбек, самой полноводной реки Крыма. Мы видим, что там тоже небольшая пасмурность есть, присутствует погода, но, тем не менее, общий зеленый вид, конечно, все равно создает мажорное настроение. Радует очень глаз. Такова ситуация у нас с вами на наших... Вот мы сейчас показали все крупные города и увидели, что они действительно готовятся к 9 мая. Да, великий для нас праздник, может быть, самый величайший. Но вот мы тоже подготовились к этому событию. Мы взяли интервью у ветерана, сделали о нем сюжет. Давайте его посмотрим прямо сейчас. Здравствуйте. Азату Григоряну пришлось повзрослеть очень рано. С 6 лет собирал хворост в лесу, ловил рыбу, помогал родителям. Первый удар судьбы перенес в 41-м году. На войне погиб его старший брат. Еще через год Азата Артемовича направили в минометно-пулеметное училище под Ереваном. А в 43-м с 17-летним мальчишкой, добровольцем, ушел на фронт. Приехал генерал-лейтенант Ремезов и говорит, в Талинграде немцев разгромили. Фронту нужны добровольцы. Пять шагов вперед, кто хочет. Ровно через неделю Азата Григоряна командировали в 1-й батальон 161-го стрелкового полка. Получил форму обмундирования и вышел на поле боя. Идем летать наши самолеты, бомбить немцев. Один из летчиков перепутал и думал, что это немцы. Пустил на нас. Двое погибли, пять человек ранены. Из стрелкового полка после ранения молодого солдата перевели в 12-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду. Звезло. Я два раза ранен был. Ни разу не ошибался, как сапер. Ни разу. Ошибка стоила бы мне жизни. Воспоминания о военных днях до сих пор живы в памяти ветерана. Он помнит каждый бой, имена всех фронтовых товарищей, с которыми вместе переживали голод, тяготы войны, гибель однополчан. Рисковать жизнью приходилось каждый день. Надо быстро делать. Минные игры. Я стал очень осторожным. Но так осторожно мы не успеем ничего сделать. Забыл про осторожность. Вытаскивал, разминировали, как полагается. Таких историй в памяти ветерана много. Был одним из тех, кто в 43-м готовил плацдарм для 51-й армии. Строил мост через Севаж длиной почти 3 километра. Помнит, как в один из дней враг застал гарнизон врасплох. Мы все бросились на командира. Помолили его. И телами закрыли его. Никого не тронуло. Два человека. Плечо были ранены. И все. Каждые 15 дней солдат отправлял треугольники домой. Там его ждала мама. Содержание этих писем до сих пор помнит наизусть. Ты живой еще, моя старушка? Живой я. Привет тебе, привет. Она писала ей, что не такая уж глупая мальчишка, чтобы тебя не видели умереть. Пешком через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию война для Азата Григоряна закончилась в Австрии. 9 мая в час ночи их взвод подняли по тревоге. Солдаты схватили оружие и уже собрались давать отпор. И вдруг слышим. Ребята! Все стреляют потому, что... Кончилась война. Боже мой! Какая радость! Как мы начали стрелять. Я из своего ручного пулемета весь диск выпустил. Когда он вернулся с фронта домой, его встретил замок на двери. Мать не дождалась сына с войны. Их разделила всего два месяца. Это был удар мой, чтобы приехать с фронта живым остаться. Мать умерла. Я как плакал, собрались все соседи. А дальше новая жизнь. Азат Артемович снова пошел учиться. На танцах познакомился с будущей женой. Вместе переехали в Крым. 39 лет он посвятил военной службе. Был начальником политотдела. Издал собственную книгу. Меня бы спросили, как бы ты прожил, если вернулся. Изменил бы свою жизнь? Нет. Я так бы прожил, как прожил до сегодняшнего дня. Защищал Родину. На груди у героя пять орденов и 29 медалей. Самое ценное – за отвагу. Но не их он считает главной наградой. А долгую яркую жизнь и мирное небо над головой. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саша, мы с тобой сегодня очень много акцентировали внимание на погоде. И действительно есть о чем поговорить. Дело в том, что обещают, что сухая майская погода сменится на дождливую, с грозами. 9 мая готовьте зонтики. Дело в том, что как раз на наш полуостров надвигается балканский циклон, который принесет небольшую непогоду. Поэтому будьте готовы. Но в среднем же температура останется по-прежнему теплой. Как раз на 9 мая ожидается плюс 16, плюс 21. И, возможно, кратковременные дожди. Поэтому нужно быть готовыми. Но какая бы погода ни стояла за окном, наши журналисты, операторы и инженеры всегда остаются с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что буквально недавно, 30 апреля, наш телеканал отметил свое 60-летие. 30-60 лет в прямом эфире. И вот, собственно говоря, именно об этом сделал небольшой репортаж Артем Андроновский, который рассказал о том, как же живет редакция «Утро нового дня». Об этом прямо сейчас. 20 секунд. Съемочный процесс в самом разгаре. Сейчас мы спросим у Сали, что же самое сложное в работе ведущего. Салечка. Самое сложное — это не проспать. Потому что наша эфирная смена с Сашей только началась. И это значит, что нам надо проспаться в 5 утра. И вот это является проблемой. Но я думаю, что сложности у нас нет. Потому что у нас очень хорошая команда. И мало кто знает. Но наши режиссеры перед эфиром всегда желают нам хорошего настроения. Какие-то добрые, напутственные слова. Это очень заряжает. А в этом светлом помещении творят корреспонденты редакции «Утро». Ничему не удивляйтесь. Дай угадаю. Ты снимаешь специальный ролик для странички в Инстаграм? Да, конечно. Пусть все узнают, что у нас здесь происходит. У нас даже есть свои хэштеги. Это «Утро за кадр» и «Утро нового дня». Таня заведует у нас страничками в соцсетях «Утро нового дня», группами ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Но, несмотря на все веселье, работа кипит. Ксюше пора возвращаться к своим обязанностям. А у меня, как видите, есть свободная минута. Спасибо. Пройдемте. Расскажу вам, чем мы занимаемся в «Утро нового дня». Яркая и динамичная картинка. А за ней интересные и актуальные новости. Работа, конечно, творческая. Но даже здесь есть свои подводные камни. Отправляемся вниз. Видеть, чувствовать и слышать. Три необходимых компонента, чтобы усвоить информацию правильно. В этом помещении рождается звук для наших сюжетов. Прямо сейчас, например, Алиса Троян записывает подводку для своего. Каждый ведущий – отдельная история. Алиса, что работа на телевидении значит для тебя? Для меня это каждый день что-то новое. Дело в том, что невозможно на нашей работе не познакомиться с каким-то интересным человеком. Буквально недавно, совсем вчера я познакомилась с мужчиной, который обожает свою пчелиную пасеку и буквально знает каждую пчелку по имени. Ну, это я так грубо говоря, а на самом деле, то есть каждый день мы встречаем каких-то жутко интересных людей, с которыми невозможно не веселиться, не вдохновляться их работой. И нам по долгу службы приходится искать этих людей, находить. И когда вот совмещается наш интерес, и их интерес получается действительно что-то потрясающее, и возникает любовь к жизни. И все-таки телевидение в первую очередь – это картинка. Трехминутный сюжет – это приблизительно час-два отснятого сырого материала. Какие кадры убрать, а какие оставить – решает только корреспондент. Но секрет не в этом. Есть основные правила монтажа, но надо не забывать о том, что в любой работе, при создании любого репортажа, всегда работает команда. Помимо журналиста, это еще оператор и монтажер. Финальная картинка у нас зависит все-таки от слаженности и от уровня профессионализма, от уровня творчества всех этих людей. Некоторые наши уже известные вам сотрудники настолько заняты, что их еще нужно попытаться выловить. Сейчас дождемся. Ксюша! Снова здравствуй. Поймали тебя фактически в коридоре. Итак, рассказывай, что для тебя значит работать на телевидении. Да круто, в общем-то, и безумно интересно. Ты всегда в центре событий. Ты можешь поехать как минимум на какой-нибудь завод, посмотреть воочию, своими глазами, как это все происходит, знакомиться с интересными людьми. Да и вообще это какой-то шанс помочь, может быть, людям, если мы раскрываем какие-то проблемы. Ну и поднять настроение, почему нет. Свет, камера, мотор. Монтаж был бы не нужен, если бы не кропотливая работа корреспондента и оператора на выезде. Прямо сейчас на горизонте я вижу, как работает Александр и его съемочная команда. По всей видимости, мы попали в самый разгар съемок сюжета. Александр, что для тебя значит снимать такие замечательные сюжеты? Это, с одной стороны, работа, с другой стороны, это какая-то цель существования, потому что, когда ты делаешь любимое дело, это всегда осветляет твою душу и радует сердце. Я считаю, что наша жизнь довольно суровая и серая. И задача наша в первую очередь как-то внушить человеку, что все будет хорошо, что в мирную гавань все корабли найдут. Это очень важно, дарить надежду, дарить радость какую-то, даже если ее не всегда можно найти. Съемочную группу оставим позади. Тем более, что времени ждет, а работа кипит по полной. Как раз-таки стоит наш следующий корреспондент Ольга Литвиненко. Привет. Как я понимаю, ты прямо сейчас отправляешься на съемку. Да, мы сейчас готовимся вновь снимать новый сюжет. Для меня это значит очень многое. Во-первых, это возможность самореализации. Во-вторых, мне очень нравится то, что я не знаю, куда я поеду в следующий раз. Здесь мы, как казалось бы, не только занимаемся сольфеджио, но и прописываем наши сюжеты, выясняем, куда поедем на следующий и созваниваемся со спикерами. Но самое главное, что в этих стенах рождается та самая уютная атмосфера утра нового дня. И прямо сейчас мы застали нашего шеф-редактора Александру Корнович. Здравствуй, Саша. Обычно, когда берут на работу журналиста, у него спрашивают, ну что, ты готов, что от тебя уйдет жена? Или что с тобой разведется муж? Потому что журналист — это человек, который проводит здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для меня это огромная часть моей жизни. Самое главное — это когда ты выходишь отсюда, ты понимаешь, что если ты выдал какой-то сюжет, ты выдал какой-то материал, ты проделал какую-то колоссальную работу, иногда она бывает и такой. Ты как будто ребенка родил. Красиво, конечно, но плакать хочется. Вот и подошло к концу наше самое маленькое и быстрое путешествие. В калейдоскопе личности и событий остался один неосвещенный элемент — ваш покорный слуга. Так что давайте познакомимся поближе. Работа на телевидении для меня крайне сложный и однозначный вопрос. Я здесь совсем недавно, но за это время успел понять одно. Телевизор — это не только свет прожекторов, крик 20 секунд эфира и работа в монтажной студии. Это нечто большее, гораздо большее, а именно коллектив. Люди, которые делят с тобой одну редакцию, буквально сидят за седним столом. Это настоящие друзья, настоящая команда, и без них не было бы ничего. Они задают тебе настроение и тон твоего следующего сюжета. От них зависит то, с какой радостью ты будешь представлять их в своем эфире и с какой радостью будешь снимать сюжеты для их эфиров. От них зависит то, с каким настроением каждое утро начинается наша передача. Более того, они и есть те кирпичики в большом едином монолите утра нового дня. Доброе утро, крымчане! Сегодня понедельник, сегодня 6 мая. И для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И несмотря на то, что день обещает быть очень хорошим, к сожалению, есть новости, которые омрачают сегодняшнюю ситуацию. Я напомню, что вчера произошла авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек, на борту самолета находилось 78. К сожалению, в живых осталось только 37. 37 человек осталось в живых. Напоминаю, этот рейс совершался из Москвы в Мурманск. И неблагоприятные погодные условия, к сожалению, вызвали вот это такое экстренное торможение самолета. Он долго не мог приземлиться и в итоге приземлился, но, к сожалению, с потерями. Данная ситуация находится под пристальным вниманием всех служб. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования пострадавшим их родственникам. Мы будем следить за развитием ситуации и непременно рассказывать о ней в наших эфирах. Но о других ситуациях, о других новостях и событиях я расскажу прямо сейчас в нашем выпуске, который нам предоставил телеканал «Крым-24». Расскажем о том, что же произошло в Крыму и как это увидели наши журналисты. В районе Крымского моста нашли боевой катер погранохраны НКВД. Сторожевое судно затонуло в 1943-м в Керченском проливе. Поисковикам удалось идентифицировать объект и даже найти родственников погибшего экипажа. Наш собственный корреспондент Светлана Ермильченко расскажет подробности. Останки затонувших кораблей во время Великой Отечественной войны поисковики поднимают из воды по частям. На дне Керченского пролива более 300 различных судов, погибших в период с 1941 по 1945 годы прошлого века. Александр Переяслав – член экипажа сторожевого катера, потерпевшего крушение. Более 70 лет он и его сослуживцы числились пропавшими без вести. Племянница Краснофлотца Антонина Кереченко узнала о судьбе дяди случайно. Включила телевизор, новости передавали. Я своими делами занималась и слушала. Вдруг слышу, разыскиваются родственники Переяслова Александра Павловича. Когда я услышала по телевизору, что он нашелся, у меня мурашки пошли по коже. И такое волнение. Поисковики обнаружили находку в сентябре прошлого года в нескольких километрах от Крымского моста. После детального изучения обломков пришли к выводу, что катер принадлежал морской погранохране НКВД. До начала войны на нем охраняли дачи первых лиц государства в Крыму. Боевой катер типа АЗК затонул при переходе Керченского пролива в ночь с 3 на 4 ноября 1943 года. Корабль принимал участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции. Поисковики предполагают, что он подорвался на мине. Это подтверждают координаты гибели катера. Именно здесь под водой находилось немецкое минное поле. В той стороне мы видим непосредственно место, где была посадка десанта на плавсредства. Если брать прямую линию, то мы видим на другой стороне памятник, посвященный Литигенскому десанту. То есть катера шли по прямой сюда. Достаточно очень эффективно сработало заграждение, то есть потери были сильные. Поднять катер на сушу целиком невозможно. От деревянного корпуса судна не сохранилось ничего. Остались лишь мелкие детали двигателя. Поисковая экспедиция продолжает исследовать обломки затонувших военных кораблей, чтобы вернуть истории, имена и судьбы тех, кто сражался за родину до последней капли крови. Светлана Ермельченко, Олег Черемисов. Новости 24. Керченский пролив. Снаряды, взрывы, атаки. В Севастополе прошла реконструкция штурма Сапон-горы. Увидеть сражение приехали тысячи людей со всей России. Как красноармейцы сражались за высоту, увидела Анастасия Соснина. Сапон-гора для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Потука – особое место. В мае 44-го при штурме высоты он командовал разведотрядом. Здесь мы в течение первых суток ночи восемь пленных захватили. А потом уже, когда войска пришли, дивизия пришла, тогда уже разведчикам легче работать. То есть мы уже работали по своему плану. Ну и успех был хороший. Спустя 75 лет Иван Иванович торжественно открывает аллею бессмертного полка. Здесь портреты тысяч солдат, в их числе и его боевые товарищи. Находится 4,5 тысячи героев, которые обороняли, освобождали наш город от немецко-фашистской захватчиков. Наши сотрудники работали с архивными документами, с материалами уже, которые находились в нашей фондовой коллекции. Сейчас уже трудно представить себе эти героические и одновременно страшные дни. Реконструкция штурма Сапон-горы – напоминание современному поколению, что такое война. Советские войска идут в атаку наших, кто-то собирается прорвать немецкую линию обороны. С воздуха поддерживаются, чтобы от операции, а упадутся в огонь тяжелой армии. И, честно говоря, несмотря на то, что этот бой не настоящий, находиться здесь очень страшно. Вокурс, есть путь дым и взрыв гранат. Воины 52-й общевойсковой и приморской армии захватывают высоту и водружают знамя победы. Этот бой сломил хребет немецкой обороны. Севастополь освободили. То, что сейчас увидели, максимально приближено к тем действиям, которые были в том году, в 44-м году, при освобождении Севастополя. Я сегодня находился на правом фланге в прикрытии пулеметного дзота немецкого, который должен был охранять, защищать и оборонять от советских войск. Несмотря на отчаянные попытки удержать гуру, немцам не удалось. Их сбросили с занятого плацдарма. Арт-дивизион нашей батареи поддерживал пехоту. И мы наносили удар в сторону немцев, поразили арт-пушку немецкую. И этим самым завершили взятие сапунгары. В арсенале реконструкторов оружие тех времен. Знаменитая «Сорокопятка» – самая массовая противотанковая пушка Великой Отечественной. Перед вами 45-мм орудие. Выпускалось с 1938-1945 года. Масса орудия в походном снаряжении – 1200 килограмм. Если стрелять под правильным углом в правильные места, можно пробить абсолютно любой танк. В восстановлении исторических событий приняли участие сотни реконструкторов со всего полуострова. Еще больше зрителей приехали увидеть бой. Красиво все, хорошо, эмоционально. Взрывы естественные такие. Мне больше всего понравилось, как начали самолеты лететь. Они сбрасывали бомбы. Вот такой взрыв у нас внутри тела происходил. Взрывы были, чувствовались внутри тела. В память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, у обелиска славы прошел митинг-реквием. Боевые знамены частей напомнили присутствующим, какой ценой далось советским воинам освобождение Крымского полуострова. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Это вся информация выпуска. Но, как всегда, поражаюсь чуду телевидения, что вот сам не побывал на этих мероприятиях, но при этом все о них, знаешь, видел собственными глазами. Можно так и говорить. Я думаю, что май выбран неспроста местом проведения больших количеств праздников, потому что в это время происходит цветение природы. И вот в частности на Апугском заповеднике сейчас цветет заповедный для Крыма, для нашего полуострова, тюльпан Шренка. Это уникальное растение, которое эндемично для полуострова. Итак, давайте посмотрим фотографии, которые сделали крымчане вот именно в этом заповеднике. Мы видим, что тюльпаны цветут. Они трех цветов. Белые, розовые, белые, красные и желтые. Действительно, это то место, то событие, которое собирает тысячи зрителей, потому что это, повторюсь, экзотика наша крымская. Да я вот даже сказала, это не только экзотика. Во-первых, они занесены в Красную книгу России. То есть они достаточно редкие цветы и важные для нас. И, к сожалению, многие туристы, которые туда приезжают в целях сфотографироваться, сделать красивый кадр, конечно же, рвут охапками цветы. И, к сожалению, уничтожают нашу фауну и флору, таким образом, к сожалению. Но этот тюльпан, который, как я уже сказала, занесен в Красную книгу России, он встречается не только на мысе Апуг, но также на горе Клементьево, у мыса Хамелеон и, конечно же, Феодосия. Но вот именно на мысе Апуг там есть такая поляна, целая поляна. Его наибольшее количество, абсолютно верно. Именно поэтому, и не только поэтому, конечно, но в частности, из-за этого тюльпана Шренка этот заповедник требует особой охраны. Но не только заповедники требуют охраны. Еще и труд, который мы ежедневно совершаем, тоже должен быть, собственно, под вниманием, под контролем. И этому посвящен следующий наш сюжет. Плохое самочувствие, невнимательность, усталость, да и просто несчастный случай. Все это может стать причиной травмы на работе. Чтобы снизить риск для здоровья своих работников, руководство предприятий внедряет различные системы охраны труда и проводит обязательный инструктаж. Но правильно рассказать о технике безопасности может только хорошо обученный специалист. Предупрежден, значит вооружен. В наше время на каждом предприятии предусмотрена должность специалиста по охране труда. В этом центре занимаются подготовкой таких кадров. Ежегодно во всем мире происходит больше 300 миллионов несчастных случаев на производстве. Первое занятие в учебно-информационном центре «Крымресурс» начинается со статистики. Вместе с опытными преподавателями будущие специалисты по охране труда изучают законодательства, поправки и постановления, а актуальные в Российской Федерации. Мы мониторим все новшества, которые происходят в России в этой сфере и стараемся применить эти новшества в нашем обучении. У нас различные формы обучения. На занятия отводится 260 часов. После успешной сдачи тестирования и экзаменов слушатели получают дипломы. Вскоре эти люди будут инструктировать рабочих. Однажды это может сохранить здоровье или даже спасти человеческую жизнь. Необходимо знать все нормы и правила охраны труда, ну и соблюдать все эти нормативы и правила для уменьшения травматизма на производстве и безопасной безаварийной работы. Преподаватели и врачи, крановщики и кондитеры – профессии множество. А нормативы охраны труда для всех едины. Для того, чтобы учесть все аспекты каждого рабочего процесса, трудовой кодекс предусматривает раздел «Специфика». Общение с людьми, написание сюжетов, съемки программ, а также работа со светом и звуком. Казалось бы, в телевизионном производстве риски и угрозы здоровью минимальны. По степени опасности это нельзя сравнить с трудом на заводе или в промышленности. Однако, не стоит забывать – специалисты работают и на выезде. Те же операторы, те же журналисты, им приходится снимать в различных условиях, на том же производстве, на той же стройке. Поэтому они должны быть обучены мерам безопасности в различных условиях. Есть, допустим, у нас специальная инструкция по выезду в командировке. Все обязательно с ней ознакомливаются, все за нее расписываются и строго соблюдают. О собственной безопасности во время работы нужно помнить всегда. Договор о трудоустройстве должен включать в себя надбавки, компенсации и льготы. Не стоит забывать и о том, что знания, инструкции и внимательность в большинстве случаев помогут избежать несчастного случая. Стефан Филатов, Алексей Семенов, Алим Велиев, Руслан Князев. Утро нового дня. Я думаю, что после беседы о охране труда следует поговорить о ценах. О ценах на бензин и на топливо. Потому что, как мы знаем, выходя на работу, весьма актуально знать, во сколько же обойдется путешествие до рабочего места. Итак, 1 литр газа сегодня стоит 27 рублей 29 копеек. Дизельного топлива 50 рублей 22 копейки. 92-го бензина 46 рублей 74 копейки. 95-го 50 рублей 19 копеек. И 98-го 56 рублей 39 копеек. Цены на топливо, повторюсь, они сохраняются, они довольно стабильны. Но, к сожалению, валюты гораздо более динамичны в своих курсах. Итак, курс валют прямо сейчас. Доллар на сегодня равняется 64 рублям 70 копейкам, а евро 72 рублям и 8 копейкам. За последние сутки евро упал, а доллар поднялся порядка 5 копеек. Такова динамика валютного рынка на сегодня. Ну, а я, Саша, хотел бы дополнить информацию, что касается бензина, дополнить информацию, конечно же, для водителей и для симферопольцев сказать о том, что экспресс-троллейбус номер один, который курсировал от ЖД вокзала до нового терминала аэропорта и обратно, он снова возобновил свою работу с 1 мая. И напомню, что путь составляет 30 минут, занимает всего 30 минут, а стоимость проезда всего 14 рублей. Собственно говоря, троллейбус – это наша гордость, это нашего полуострова. Напоминаю, что у нас проложена самая длинная в мире троллейбусная трасса высокогорная, и по ней можно добраться, в частности, на природу. Так вот, довольно актуальная информация. С сегодняшнего дня работает горячая линия по актуальным вопросам профилактики инфекций, которые распространяются с помощью насекомых. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно же, клещи, которыми довольно полнятся наши леса. Сейчас активно люди ходят в горы и зачастую сталкиваются с этой проблемой. Ну, а я озвучу этот номер. Плюс семь девять, семь восемь, девяносто один, девяносто один, сто двадцать три. Звоните с девяти утра до шести вечера. Обязательно обращайтесь, потому что клещи – это не шутка. И если они, не дай бог, вас упустили, то, конечно же, надо обратиться за помощью к врачам. Тем не менее, пугаться не стоит. Далеко не все из них являются переносчиками тех заболеваний грозных, о которых мы говорим. А говорим мы чаще всего о баррелиозе и клещевом энцефалите. Только небольшой процент этих насекомых может переносить паразитов. Но, тем не менее, бдительность терять не стоит. Так же, как не теряют бдительность наши корреспонденты, которые собирают самую актуальную информацию в крымском сегменте интернета. Крым Онлайн прямо сейчас. Симферопольцы стали свидетелями необычной картины. КамАЗ безуспешно пытался поднять переполненный мусорный контейнер. Водитель оказался настырным и долго не сдавался. Однако упорство победил вес бака. После всех безуспешных попыток коммунальщик отправился обедать. Украинец без документов ночью пытался сбежать из Крыма. Мужчина постоянно залегал на землю, чтобы осмотреться, но не помогло. Все это время за ним наблюдали пограничники. Как потом рассказал беглец, на полуостров приехал за лучшей жизнью. Но что-то пошло не так. В Севастополе в поселке Любимовка машина висела на краю обрыва. Как она там оказалась, неизвестно. Чтобы достать авто, пришлось вызывать спасателей. С помощью КамАЗа транспорт был эвакуирован на более ровную поверхность. В Бахчисарае появилась необычная семья. Кошка, которая живет на территории парка Миниатюр, усыновила осиротевших бельчат. Животное очень внимательно к приемным детям. Играет с ними, кормит, вылизывает и защищает их, как родная мама. В Симферополе БТР врезался в иномарку. Авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Крейзера. По словам очевидцев, бронетранспортера поворачивал и в этот момент столкнулся с легковушкой. В ДТП никто не пострадал. В Крыму дотла сгорел автомобиль. Это произошло в поселке Аграрное. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, но от машины, увы, ничего не осталось. В Керчи бабушка на мопеде попала в ДТП. Обоими транспортными средствами управляли пенсионеры. К счастью, повреждения оказались незначительными. После аварии у старушки сохранилось отличное настроение. Вот еще одна новость, которая действительно радует. Это то, что наш город преображается и заключается в озеленении. Ну, в этом году, например, в Симферополе высадят дубы, можжевельник, рябину, тысячи кустов роз. Я думаю, что это будет выглядеть потрясающе. А именно об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения, город Николай Коновалов. И он пообещал, что несмотря на все происки злопыхателей, тем не менее, все эти растения будут под пристальным наблюдением. Они будут поливаться, ухаживаться, обрезаться в случае, если какая-то дополнительная веточка лишняя на них вырастет. И поэтому не стоит переживать об их сохранности. Более того, добавлю, что всего суммарно наш город будет озеленен более чем 50 тысячами растений. 50 тысяч растений. Мне кажется, это очень много, учитывая, что это не только розы, это различные кусты, это различные деревья. Это будет все выглядеть шикарно. И наш город, как я уже сказала, действительно должен преобразиться и снова вернуть себе статус самого зеленого в Крыму. Ну, действительно, таковым он был в Советском Союзе. Это исторический факт. О других исторических фактах, которые произошли в этот день, в хронографе прямо сейчас. В этот день, в 1715 году, издан первый артикул «Воинский». Это Уголовный и процессуальный кодекс России, разработанный в период создания Петром I регулярной армии. Свод законов разделил преступления на умышленные, неосторожные и случайные. А в ряде случаев ответственность предусматривалась за один лишь умысел. 6 мая 1840 года в Англии выпустили первую почтовую марку. В конкурсе на лучший эскиз приняли участие около трех тысяч человек. В итоге организаторы выбрали вариант под названием «Черный пенни» – профиль королевы Виктории. Появление марки стало гарантом предварительной оплаты письма, что упростило работу и отправителю, и получателю. 6 мая 1906 года Николай II утвердил свод основных государственных законов Российской империи. Фундаментальный акт включил в себя регулировку разделения власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Государственного совета и Думы. Историки считают свод, состоящий из 17 глав и 223 статей Первой Конституции России. В этот день в 1994 году состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего два государства. В знаковом мероприятии приняли участие королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран. Протяженность сооружения около 51 километра, 38 из которых расположены под дном моря. Этот тоннель по праву признан одним из величайших строений 20 века. 6 мая во всем мире стартует ежегодная неделя безопасности дорожного движения. В течение семи дней во всех уголках земного шара проходят лекции и тематические мероприятия. Их цель — информирование населения о важности соблюдения ПДД. Аварии — основная причина смертности людей в возрасте от 10 до 24 лет. На эту аудиторию и направлена осведомительная работа. 28 лет назад в этот день создана авиационно-пилотажная группа «Стрижи». Все полеты специалисты выполняют на фронтовых истребителях четвертого поколения — МиГ-29. Ежегодно профессионалы проводят больше 50 показательных выступлений в разных уголках земного шара. В 1993 году «Стрижи» получили звание «Лучшая пилотажная группа мира». Ну что же, следует напомнить, что в Симферополе 9 мая, в День Победы, состоится акция «Бессмертный полк». В прошлом году она собрала около 40 тысяч человек. В этом году ожидается еще больше. А я напомню, что формироваться колонна будет с 8 утра до 10 часов. И в ней может принять участие абсолютно каждый. Формирование будет на пересечении улиц Севастопольской и Чехова. Но а само шествие начнется в 11 часов дня. Традиционно «Бессмертный полк» проходит ежегодно 9 мая по всей России. Она представляет собой шествие людей, которые в руках держат портреты своих легендарных предков, которые приблизили наступление Победы. История этой акции достаточно длительная. Началась она впервые в 2012 году в городе Томске. И сегодня стала неотъемлемой частью празднования Победы. Но есть среди полка и те герои, которые еще живы, и которые могут рассказать истории, связанные с теми страшными событиями. И об одном из них в следующем сюжете. Здравствуйте. Азату Григоряну пришлось повзрослеть очень рано. С шести лет собирал хворост в лесу, ловил рыбу, помогал родителям. Первый удар судьбы перенес в 41-м году. На войне погиб его старший брат. Еще через год Азата Артемовича направили в минометно-пулеметное училище под Ереваном. А в 43-м с 17-летним мальчишкой, добровольцем, ушел на фронт. Приехал генерал-лейтенант Ремезов и говорит, в Талинграде немцев разгромили. Фронту нужны добровольцы. Пять шагов вперед, кто хочет. Ровно через неделю Азата Григоряна командировали в 1-й батальон 161-го стрелкового полка. Получил форму обмундирования и вышел на поле боя. Идем летать наши самолеты, бомбить немцев. Один из летчиков перепутал и думал, что это немцы. Пустил на нас. Двое погибли, пять человек ранены. Из стрелкового полка после ранения молодого солдата перевели в 12-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду. Везло. Я два раза ранен был. Ни разу не ошибался, как сапер. Ни разу. Ошибка стоила бы мне жизни. Воспоминания о военных днях до сих пор живы в памяти ветерана. Он помнит каждый бой, имена всех фронтовых товарищей, с которыми вместе переживали голод, тяготы войны, гибель однополчан. Рисковать жизнью приходилось каждый день. Надо быстро делать. Минные игры. Я стал очень осторожным. Но так осторожно мы не успеем ничего сделать. Забыл про осторожность. Вытаскивал, разминировали, как полагается. Таких историй в памяти ветерана много. Был одним из тех, кто в 43-м готовил плацдарм для 51-й армии. Строил мост через Севаж, длиной почти 3 километра. Помнит, как в один из дней враг застал гарнизон врасплох. Мы все бросились на командира. Помолили его. И телами закрыли его. Никого не тронуло. Два человека. Плечо были ранены. И все. Каждые 15 дней солдат отправлял треугольники домой. Там его ждала мама. Содержание этих писем до сих пор помнит наизусть. Ты живой еще, моя старушка. Живой я. Привет тебе, привет. Она писала ей, что ты такая уж глупая мальчишка, чтоб тебя не видел, убереть. Пешком через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию война для Азата Григоряна закончилась в Австрии. 9 мая в час ночи их взвод подняли по тревоге. Солдаты схватили оружие и уже собрались давать отпор. И вдруг слышим, ребята, все стреляют потому, что кончилась война. Боже мой, какая радость, как мы начали стрелять. Я из своего ручного пулемета весь диск выпустил. Когда он вернулся с фронта домой, его встретил замок на двери. Мать не дождалась сына с войны. Их разделила всего два месяца. Это был удар мой, чтоб приехать в фронт, живым остаться. Мать умерла. Я как плакал, собрались все соседи. А дальше новая жизнь. Азат Артемович снова пошел учиться. На танцах познакомился с будущей женой. Вместе переехали в Крым. 39 лет он посвятил военной службе. Был начальником политотдела. Издал собственную книгу. Меня бы спросили, как бы ты прожил, если вернулся. Изменил бы свою жизнь? Нет. Я так бы прожил, как прожил до сегодняшнего дня. Защищал Родину. На груди у героя пять орденов и 29 медалей. Самое ценное – за отвагу. Но не их он считает главной наградой. А долгую яркую жизнь и мирное небо над головой. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну что же, после такого героического сюжета я предлагаю обратиться к героям сегодняшнего дня, которые сейчас находятся в нашей студии. Итак, у нас в гостях Александр Дубовицкий, тренер клуба «Пересвет» Федерации армейского рукопашного боя. Ну, а также у нас в студии Александр Захарков, серебряный призер первенства России по армейскому рукопашному бою. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствуем в нашей студии. Скажите, пожалуйста, ведь в ваших руках воспитание патриотов сложно ли это достигается? Конечно, все достается сложным путем. У нас вообще, что такое армейский рукопашный бой? Это система ведения, поединка универсальная, которая выбрала в себя самые лучшие из различных видов спорта. Здесь у нас сейчас, на данный момент, более двух тысяч спортсменов занимается в Республике Крым. Сейчас ведется плотная работа с Министерством спорта для присвоения спортивных разрядов ребятам, так как мы не так давно не могли присвоить, потому что это является военно-прикладным видом спорта. Только Министерство обороны занималось армейским рукопашным боем. На данный момент занимаемся с ребятами уже через Министерство спорта. То есть вам помогают, вам содействуют в развитии этого вида спорта. И у нас даже есть вот чемпион, да? Да. Нас очень хорошо поддерживает ДОСАВ России, Республики Крым. А вы нуждаетесь в этой поддержке? Ну, конечно. Не все получается своими силами. А что у них не получается? В чем сложность? У нас финансовая поддержка необходима Федерации, так как вот нам Евразийский инвестиционный союз оказал огромную помощь при отправке ребят в набережные Челны на первенство России, где Александр, кстати, стал серебряным призером в абсолютной весовой категории. Очень много спортсменов, сильнейшие спортсмены со всей России. Очень сложные поединки. Александр, вот вы расскажите, вы давно вообще в этом виде спорта занимаетесь рукопашным? Три года занимаюсь я. Три года и уже серебряный призер. Ну да. Поздравляем вас с этим. Спасибо. Александр, вы оба Александры, к вам обоим вопрос. Скажите, а чем же этот вид спорта отличается от других рукопашных боев? В нашем виде спорта очень много экипировки. Он является наиболее безопасным, хоть и является полноконтактным видом спорта. У нас, как видите, шлем с металлическим забрал. А можно показать его повыше, чтобы телезрители могли рассмотреть? У нас самая меньшая травмоопасность. Союз боевых искусств за 2018 год признал, что в армейском рукопашном бое меньше всего получено травм. Так как у нас экипировка закрывает руки, голову, жилет на тело, на туловище, на ноги защита. То есть избежание каких-то травм лица, таких как сечки, переломы. Ну вот я вижу еще перчатки у вас в руках. Да, краги. Достаточно потертые, значит, ими много пользуются. Эти перчатки уже прошли не один турнир по Крыму. Участвовал спортсмен на первенствах России на турнире в Краснознаменске. У нас есть ребята уже, которые призеры. Вот Александр, призер первенства России Дмитрий, призер всероссийского турнира. Одного из самых престижных, проводимых в России. То есть нам есть кем гордиться. Ну вот вы знаете, вы занимаетесь рукопашным боем, а при чем тут армия? Потому что это называется армейский. Армейский рукопашный бой. Он военно-прикладной вид спорта. Был создан в воздушно-десантных войсках. И разрабатывался он как прикладной вид спорта для военнослужащих. В наш вид входят не только руки, ноги, борьба. У нас также есть защита от оружия, работа с автоматами, с саперными лопатами. Помимо этого, мы проводим мероприятие, да, буквально 5-го числа вчера, да, прошло мероприятие к 75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. На мероприятии было много почетных гостей. Присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Дети поздравили ветеранов, у них была возможность пообщаться с ветеранами. Те, в свою очередь, остались тоже довольны, видя наше подрастающее поколение. У нас уже с 5 лет приводят ребят заниматься. И в дальнейшем это играет для ребят хорошую службу, если они собираются поступать на военную службу, идут защищать Родину. Мы готовим защитников Родины, смену поколений. И ветераны Великой Отечественной войны, наше старшее поколение, видят уже этих ребят. Вот с маленького возраста, как они растут, как они развиваются. Также мы вводим ребят в походы, на различные мероприятия. С ребятами проводятся занятия по истории. Но вот вы знаете, самое важное, что вы сказали, это как бы демоверсия подготовки к армии. Мне интересно узнать у Александра, а вы собираетесь в армию? И вообще, кем вы себя видите в будущем? Я хочу поступить в военное училище и пойти в армию в десантные войска. То есть все-таки десантникам. Да. Александр, а вы служили? Я служил, служил срочную службу в 137-м полку ВДВ в городе Рязань. Служил контрактную службу уже здесь, в Крыму, в Севастополе, в 810-й бригаде. Вы знаете, у меня еще такой вопрос возникает. Все-таки молодые люди, придя и занимаясь армейским окопашным боем, подумают, что у них уже все есть для их развития. И в дальнейшем им армия не нужна, они ее уже прошли таким образом. Нет, мы не готовим ребят так, что вот вы пришли, сегодня позанимались, все, у вас уже военные билеты в руках. Мы учим с самого маленького возраста, что все дается очень тяжело, очень трудно. Все медали. Ведь каждая медаль – это много пролитого пота в зале, много пролитых слез, самого детского возраста. А боли, наверное, да? Бьюжишь. Знаете, не всегда это боль. Иногда это расстройство, огорчение на соревнованиях, когда ты не достигаешь цели. Ну, ребята тем самым учатся бороться с собой, самим. Ведь самая сложная борьба – это борьба с самим собой. Александр, извините, перебью вас. К сожалению, время истекает у вас в беседе. Как найти вас всем тем, кто захочет присоединиться к вашей команде? Недавно в Симферополе открылся у нас клуб «Пересвет», клуб армейского рукопашного боя. Находимся на Гагарина, 26, в районе Москальца. С шести лет и старше, взрослые, дети, все желающие могут к нам приходить, заниматься армейским рукопашным боем. Большое спасибо. Напоминаем, что в гостях в студии сегодня Александр Дубовицкий, тренер клуба «Пересвет» Федерации армейского рукопашного боя. Ну, а также Александр Захарков – серебряный призер первенства России по армейскому рукопашному бою. Дорогие друзья, мы двигаемся дальше. И следующие у нас новости интернета. О чем же вещает интернет? Прямо сейчас. На спортивном матче в объектив камеры попали влюбленные. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и сделать предложение руки и сердца, да так, чтобы романтический момент увидели тысячи зрителей. Однако, главные герои этого видеоролика не они, а болельщик в костюме акулы. Фанат одной из команд перевел внимание на себя. Такого поворота никто не ожидал. Сегодня ходьбой на задних лапах никого не удивить. А вот проделав то же самое, поднимаясь по лестнице, можно собрать сотни лайков. Судя по тому, как этот пес виляет хвостом, становится ясно четвероногому – это дело по душе. Этого парня ожидает большое будущее. В свои 10 лет он делает то, что под силу далеко не каждому профессиональному спортсмену. Девять забитых мячей из девяти – вот что значит талант и работа над собой. Вот так выглядит самодостаточная собака. Этот пес гоняется за мячом сутками напролет. Нехитрый механизм позволил хозяину задерживаться на работе со спокойной душой. Куда спешит пернатый герой следующего ролика – непонятно, ясно одно. Голубь выбрал лучший способ, чтобы добраться до места назначения. Тратить силы на полет под палящим солнцем не нужно, да и поспать в дороге можно. Надежды, разочарования и свершения. Все это встречается на жизненном пути и дает нам бесценный опыт. У каждого он свой, а приобретают его не только люди. Еще щенком пес врезался в стеклянную дверь, не заметив прозрачную преграду. И теперь, прежде чем зайти на кухню, он всегда делает проверку. Ну что же, гости наши, многоуважаемые, пришли не с пустыми руками и подарили нам замечательные флажки и кружку. Покажем. Покажем, действительно. И такие вот деревянные подставки под кружки. Очень здорово. Большое спасибо нашим гостям за такой маленький праздник, который они нам подарили. Ну, кстати, о праздниках. Недавно прошел праздник Хыдер-Лес, в котором принимали участие не только крымские татары, но и многие представители других народов. И мы предлагаем посмотреть этот сюжет. На праздники побывала Серия Абляева, и она расскажет, как же он прошел. Народная музыка, спортивные соревнования «Тонна плова» в Бахчисарае. Крымские татары и представители других национальностей собрались вместе, чтобы отметить праздник земледелия Хыдер-Лес. В этом году он собрал более 50 тысяч человек. Национальные танцы, всеми любимые народные песни и ароматная восточная кухня. Все это создает поистине непередаваемую атмосферу. Ни один крымско-татарский праздник не проходит без куреша борьбы на поясах. Здесь главное правило положить соперника на лопатки. В поединке могут принять участие все желающие. А победителя ждет традиционный приз – «Живой баран». Терпение. Залог всех побед – это терпение. Кто терпит, тот и подбежит. В то же время гостеприимно ждут посетителей выставочные павильоны всех регионов и городов Крыма, где можно познакомиться ближе с культурой народа. Вот, например, представители Ленинского района воссоздали дом крымских татар 18 века. Здесь наши барашки, наш колодец и кузня, как представление о том, как когда-то работали наши предки. Это крымско-татарская национальная кухня, представленная сладостями и, конечно же, кофе. Побывал на Хадырлезе и не отведал национальную кухню, считай, что ты не ощутил вкус праздника. Главное блюдо на крымско-татарском столе, разумеется, плов и шашлык. 80 килограмм говядину мариновали, 80 килограмм курицу и баранину по 30 килограмм 60. Такой ничего не добавляю. Кинза, зра и холодный минерал. Все, больше ничего не надо. Вот это самый вкусный шашлык получается. Хадырлез любит удивлять гостей рекордами. В 2016 году был развернут самый большой флаг крымских татар. В 2017-м крымские повара приготовили гигантский чебурек длиной 3 метра. В 2018-м год самый большой женский головной убор – фес. Главным символом праздника стала в это – самая большая в мире турка – джезве. Сайдыханум, скажите, почему именно турка стала визитной карточкой в этом году? Все присутствующие, все гости Хадырлеза были угощены этим вкусным напитком, который символизирует гостеприимство крымских татар. Самый большой в мире кофейник создали крымские мастера из оцинкованного металла. Его высота 2 метра, объем около 700 литров. Сфотографироваться на память с уникальным экспонатом захотели практически все посетители праздника. Хадырлез – это праздник весны и плодородия. Его всегда отмечают в начале мая, когда появляется первый голос. В этот день принято готовить национальные блюда, танцевать и веселиться. Атмосфера доброжелательная, очень много молодежи. И поколение, наше поколение, старшее поколение, все радуются, радуются весне, радуются, что мы в родном Крыму. Очень интересно знать быт, праздники народов, с которыми мы живем рядом. И это очень важно, это объединяет. С каждым годом Хадырлез собирает все больше людей. И хотя этот праздник считается крымско-татарским, в нем принимают участие представители всех национальностей. Мир и согласие, которое мы достигаем, является залогом успешного развития нашей страны. Другого варианта быть не может. Ярмарки, выставки, спортивные соревнования, развлечения для детей и, конечно же, торжественный концерт. С 10 утра до 6 вечера артисты со всего полуострова выступали для гостей праздника. Мы сегодня исполняем танец про дружбу, это очень символично в этот день. Грация, нежность, это мы и хотим показать в танце. Как весенний праздник встретишь, такой получишь урожай осенью. «Хадрлез-2019» прошел по-настоящему, ярко, широко и весело. Сяре Абляева, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Прямо сейчас наш мобильный корреспондент Артем Андроновский находится на улицах Симферополя и готов поведать нам о положении дел в центре столицы Крымской. Артем, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, Артем. Доброе утро, Артем. Снова здравствуйте, студия. Есть идея, где я нахожусь? На лестнице любви. Стоит сказать, отсюда я уже вид показывал. Давайте посмотрим вместе. Но на город. Вид, конечно, красивый, освежающий и утренний. Но тут есть еще на что посмотреть. На состояние, в котором находится то самое архитектурное достояние города, по которому я прямо сейчас вместе с вами спускаюсь. Это действительно, можно сказать, что заруиненная локация, которая абсолютно нефункциональна для пеших прогулок, а тем более для прогулок с любимыми людьми. Ну, во-первых, за руку тут держаться не получится из-за достаточно резких ступенек и камней, которые буквально вот нахожу один за одним, валяются под ногами и не дают по ней спокойно пройти. А во-вторых, это мусор и изрисованность. Конечно, тут вот написано «Дарья любимая», ну и прочее, но все равно это абсолютная неприспособленность данной местности для хорошего, не то чтобы романтического, а как минимум эстетического времяпрепровождения. Спускаясь все ниже и ниже, обнаруживаем заросли, которые не то чтобы не облагорожны, а являются по-настоящему дикими. Некоторые ветки не дают комфортно проходить людям, особенно с моими габаритами. Вот, собственно говоря, вы видите сами. Ну и, конечно же, стекло, бутылки и злосчастный полиэтилен, который разбросан буквально, вот заросли видно, который разбросан буквально повсюду. Вот действительно, идешь и думаешь, что такое настоящая ирония. Это когда лестница любви занято место, в котором, ну не то чтобы о любви не думаешь, а думаешь скорее о том, как бы поскорее отсюда убраться. Напоследок хочу сказать, что берегите свой родной край, тем более, что пришла такая зеленая, прекрасная и теплая весна. А, правда, дождь накрапывает. И помните, от любви до ненависти один шаг. Студия. Спасибо, Артем, внемлем вашим указаниям. Более того, что дождь, это, по-моему, не самая плохая новость, ведь известно, что у природы нет плохой погоды. Ну, Саша, согласитесь, когда Артем начал рассказывать о лестнице любви, никакие романтические настроения в этот момент к тебе не приходят, потому что виды не позволяют. С ароматами, которые там распространяются. Но я предлагаю перейти все-таки к ситуации, к пробкам, потому что это наиболее актуально, ведь все спешат на работу. И узнать, что же происходит в центре столицы, так сказать, с высоты птичьего полета, весьма интересно, на мой взгляд. Итак, что же мы видим? А ситуация из-за дня в день, в общем-то, остается традиционной. Итак, все кольцевые развязки города окружены пробками. Дело в том, что въезд на кольцевые развязки традиционно сложен, ввиду того, что, кстати говоря, вот давеча, будучи в Краснодарском крае в выходные дни, столкнулся с тем, насколько там вежливы водители. И, к сожалению, с горестью вздохнул, потому что у нас в Крыму пока еще не так все благожелательно друг к другу. Итак, мы видим, что кольцевая развязка на площади имени Куйбышева со всех сторон окружена красным цветом. Там плотное движение. Мы видим это на проспекте Победы и видим на улице Киевской. Ну вот, проспект Победы в сторону центра как раз-таки более свободен, и машины там лавируют с более высокой скоростью, хотя тоже есть определенные затруднения. Давайте посмотрим площадь Советская. Та же ситуация. Улица Ленин традиционно перегружена транспортом. Напоминаю, что перекресток с Пролетарской всегда очень сложный, и здесь возникают затруднения у водителей. А вот что касается проспекта Кирова далее, в сторону центрального рынка, здесь все свободно. В общем-то, ситуация при всем при том, хочу сказать, довольно благоприятная. То ли час ранний, то ли люди стали внемлить нашим рекомендациям и по возможности объезжать центр. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, если у вас вы едете своим транспортом на работу, и вам логистически можно объехать центр, сделайте это по периферическим улицам, потому что центр, ввиду того, что там еще активный трафик общественного транспорта, к сожалению, перегружается, и там бывает часто проехать совершенно невозможно. Такова ситуация на дорогах в нашей крымской столице. Саш, ну я бы хотела дополнить твою новость о том, что установили 40 камер видеофиксации на трассе Симферополь-Ялты. Это касается водителей. Эти камеры фиксируют не только превышение скорости, но также и выезд на встречную полосу, обгон. И, конечно же, парковка в неположенном месте, поэтому, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, потому что в прошлом году водители заплатили 65 миллионов штрафов. Очень многие люди, к сожалению, жалуются на это, но на самом деле это несправедливо, ведь если ты нарушитель, то будь готов за это заплатить. Я считаю, что это в полной мере справедливо. Саш, ну вот я еще хотела такую забавную новость тебе озвучить, что, ты представляешь, одна любопытная чайка в Лондоне решила себя почувствовать в нашей, так сказать, на нашем месте оказаться и стать репортером. Она прилетела к камере видеофиксации, начала с собой любоваться в линзу и крутить голову, и все это было похоже на работу репортера. Наши репортеры не крутят головой, они гораздо более ответственно подносятся к своей работе. В частности, напомню, что наш телеканал «Крымское телевидение» в целом отметила свое 60-летие 30 апреля. Мы позволили себе сделать некий такой экивок в эту сторону и рассказать о работе своей редакции. Репортаж Артема Андроновского и Ксении Шарпановской о жизни редакции «Утро нового дня». Прямо сейчас. Съемочный процесс в самом разгаре. Сейчас мы спросим у Сали, что же самое сложное в работе ведущего. Салечка. Самое сложное — это не проспать, потому что наша эфирная смена с Сашей только началась, и это значит, что нам надо просыпаться в 5 утра, и вот это является проблемой. Но я думаю, что сложности у нас нет, потому что у нас очень хорошая команда, и мало кто знает, но наши режиссеры перед эфиром всегда желают нам хорошего настроения, какие-то добрые, напутственные слова. Это очень заряжает. А в этом светлом помещении творят корреспонденты редакции «Утро». Ничему не удивляйтесь. Дай угадаю, ты снимаешь специальный ролик для странички в Инстаграм? Да, конечно. Пусть все узнают, что у нас здесь происходит. У нас даже есть свои хэштеги — это «Утро за кадр» и «Утро нового дня». Таня заведует у нас страничками в соцсетях «Утро нового дня», группами ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук. Но, несмотря на все веселье, работа кипит. Ксюше пора возвращаться к своим обязанностям. А у меня, как видите, есть свободная минута. Спасибо. Пройдемте, расскажу вам, чем мы занимаемся в «Утре нового дня». Яркая и динамичная картинка, а за ней интересные и актуальные новости. Работа, конечно, творческая, но даже здесь есть свои подводные камни. Отправляемся вниз. Видеть, чувствовать и слышать. Три необходимых компонента, чтобы усвоить информацию правильно. В этом помещении рождается звук для наших сюжетов. Прямо сейчас, например, Алиса Троян записывает подводку для своего. Каждый ведущий – отдельная история. Алиса. Да? Что работа на телевидении значит для тебя? Для меня это каждый день что-то новое. Дело в том, что невозможно на нашей работе не познакомиться с каким-то интересным человеком. Вот буквально недавно, совсем вчера я познакомилась с мужчиной, который обожает свою пчелиную пасеку и буквально знает каждую пчелку по имени. Ну, это я так, грубо говоря. А на самом деле, то есть каждый день мы встречаем каких-то жутко интересных людей, с которыми невозможно не веселиться, не вдохновляться их работой. И нам по долгу службы приходится искать этих людей, находить. И когда вот совмещается наш интерес, и их интерес получается действительно что-то потрясающее, и возникает любовь к жизни. И все-таки телевидение в первую очередь – это картинка. Трехминутный сюжет – это приблизительно час-два отснятого сырого материала. Какие кадры убрать, а какие оставить – решает только корреспондент. Но секрет не в этом. Есть основные правила монтажа, но надо не забывать о том, что в любой работе, при создании любого репортажа, всегда работает команда. Помимо журналиста – это еще оператор и монтажер. Финальная картинка у нас зависит все-таки от слаженности и от уровня профессионализма, от уровня творчества всех этих людей. Некоторые наши уже известные вам сотрудники настолько заняты, что их еще нужно попытаться выловить. Сейчас дождемся. Ксюша! Снова здравствуй. Поймали тебя фактически в коридоре. Итак, рассказывай, что для тебя значит работать на телевидении? Так круто, в общем-то, и безумно интересно. Ты всегда в центре событий. Ты можешь поехать как минимум на какой-нибудь завод, посмотреть воочию, своими глазами, как это все происходит, знакомиться с интересными людьми. Да и вообще это какой-то шанс помочь, может быть, людям, если мы раскрываем какие-то проблемы. Ну и поднять настроение, почему нет. Свет, камера, мотор. Монтаж был бы не нужен, если бы не кропотливая работа корреспондента и оператора на выезде. Прямо сейчас на горизонте я вижу, как работает Александр и его съемочная команда. По всей видимости, мы попали в самый разгар съемок сюжета. Александр, что для тебя значит снимать такие замечательные сюжеты? Это, с одной стороны, работа, с другой стороны, это какая-то цель существования, потому что, когда ты делаешь любимое дело, это всегда осветляет его душу и радует сердце. Я считаю, что наша жизнь довольно суровая и серая. И задача наша, в первую очередь, как-то внушить человеку, что все будет хорошо, что в мирную гавани все корабли найдут. Это очень важно, дарить надежду, дарить радость какую-то, даже если ее не всегда можно найти. Съемочную группу оставим позади. Тем более, что времени ждет, а работа кипит по полной. Как раз-таки стоит наш следующий корреспондент Ольга Литвиненко. Привет. Как я понимаю, ты прямо сейчас отправляешься на съемку. Да, мы сейчас готовимся вновь снимать новый сюжет. Для меня это значит очень многое. Во-первых, это возможность самореализации. Во-вторых, мне очень нравится то, что я не знаю, куда я поеду в следующий раз. Здесь мы, как казалось бы, не только занимаемся сольфеджио, но и прописываем наши сюжеты, выясняем, куда поедем на следующий и созваниваемся со спикерами. Но самое главное, что в этих стенах рождается та самая уютная атмосфера утра нового дня. И прямо сейчас мы застали нашего шеф-редактора Александру Корнович. Здравствуй, Саша. Обычно, когда берут на работу журналиста, у него спрашивают, ну что, ты готов, что от тебя уйдет жена? Или что с тобой разведется муж? Потому что журналист — это человек, который проводит здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для меня это огромная часть моей жизни. Самое главное, это когда ты выходишь отсюда, ты понимаешь, что если ты выдал какой-то сюжет, ты выдал какой-то материал, ты продал какую-то колоссальную работу, иногда она бывает и такой, и ты как будто ребенка родил. Красиво, конечно, но плакать хочется. Вот и подошло к концу наше самое маленькое и быстрое путешествие. В калейдоскопе личности и событий остался один неосвещенный элемент — ваш покорный слуга. Так что давайте познакомимся поближе. Работа на телевидении для меня крайне сложный и неоднозначный вопрос. Я здесь совсем недавно, но за это время успел понять одно. Телевизор — это не только свет прожекторов, крик 20 секунд эфира и работа в монтажной студии. Это нечто большее, гораздо большее, а именно коллектив. Люди, которые делят с тобой одну редакцию, буквально сидят за соседним столом. Это настоящие друзья, настоящая команда, и без них не было бы ничего. Они задают тебе настроение и тон твоего следующего сюжета. От них зависит то, с какой радостью ты будешь представлять их в своем эфире и с какой радостью будешь снимать сюжеты для их эфиров. От них зависит то, с каким настроением каждое утро начинается наша передача. Более того, они и есть те кирпичики в большом едином монолите утра нового дня. Не утром единым, прямо сейчас наши коллеги из новостейной студии готовы связаться с нами. Здравствуйте, друзья! Слышите ли вы нас? Доброе утро, с нами на связи Гульнара Едина. Гульнара, скажите, что у вас на повестке дня сегодня? Мы, как всегда, подготовили для вас самые интересные и важные крымские новости. В этом выпуске мы покажем вам, как прошла реконструкция штурма Сапун-горы в Севастополе, а также о том, какую находку обнаружили в районе Крымского моста. Все это и многое другое. Смотрите в выпусках новостей. Не переключайтесь, будет интересно. Гульнара, скажите, а участвуете ли вы в акции «Бессмертный полк»? Конечно. Но в этом году вряд ли у меня получится, к сожалению, потому что я работаю. Нужно освещать все моменты Парады Победы. В общем-то, так же, как и мы. Тоже немаловажная миссия. Большое вам спасибо. Мы желаем вам хорошего эфира и самых хороших новостей. Спасибо, ребята, и вам всего хорошего. Ну, а на этом мы завершаем наш эфир и плавно подходим к концу, к той точке, которую должны сейчас поставить. С вами работал Александр Ткачев и Салия Салямова, и мы увидимся с вами, друзья, буквально совсем скоро, уже завтра. Всего доброго и хорошего вам настроения. Будьте с нами. Субтитры подогнал «Симон»!